Информационная партизанщина. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Виктор Янукович в телефонном разговоре с Путиным якобы попросил убежище в России. Между тем, уже сегодня вечером в Киев вылетает пока еще действующий полномоченный по правам человека Владимир Лукин. По поручению Путина он выступит официальным переговорщиком и миротворцем со стороны России. О том, почему выбор пал именно на этого заслуженного дипломата и как Россия будет переговариваться с Украиной. Антон Желнов. Антон. Да, Пашаня, добрый вечер. Еще вчера, когда на Украине ситуация накалилась до предела, глава российского МИДа Сергей Лавров предостерегал от попыток, цитирую, навязчивого посредничества. Такие попытки мы не раз наблюдали со стороны наших европейских партнеров и достаточно уже напосредничались, сказал Лавров. Вчерашние его слова были адресованы в первую очередь Западу, но в Кремле все это время тоже говорили, что не будут вмешиваться в ситуацию в другой стране. Но сегодня решение поменялось. Европейские каналы во второй половине дня дали срочные новости. Во время встречи с европейскими дипломатами Янукович прервал разговор, чтобы позвонить Владимиру Путину. До Путина он дозвонился и, судя по заявлению Дмитрия Пескова, попросил о переговорщике. В инициативе украинцев состоялся телефонный разговор, и, собственно, Янукович обратился к Путина с просьбой представителя, который бы принял участие в переговорном процессе с оппозицией в качестве посредника. И Путин решил таким представителем отправить на Украину уполномоченного потолом человека Лукина, который, как известно, он и оппозиционером у нас был, и главлял оппозиционную партию, и опыт дипломатической службы имеет, и правозащитные деятельности, и он пользуется таким непривлекаемым авторитетом. Такой представитель будет отправлен. Ну, Владимир Лукин вылетит в Киев уже сегодня вечером, но еще днем, до принятия этого решения, он говорил Интерфаксу, что украинские власти и оппозиция не демонстрируют готовности принять посредников. Для посредничества необходимо, чтобы все стороны хотели этого. Об этом можно подумать, если все выскажутся за, говорил Лукин. А еще раньше, в конце января, он ссылался на то, что и мы, и Украина члены Совета Европы, и почему бы не предложить посреднические усилия. Только о них должна попросить другая сторона. Ну вот, видимо, попросила. С кем и когда будет встречаться Лукин сегодня вечером, пока неизвестно. Другая новость, появившаяся после сегодняшнего очередного телефонного разговора Януковича с Путиным, это то, что якобы украинский президент попросил Россию о политическом убежище. Об этом, например, сообщил сайт Хвиля со ссылкой на свои источники в Кремле. Но Песков в интервью нам назвал этой уткой, а также рассказал о том, что Путину сейчас нет времени смотреть мировые телеканалы, передающие картинку из Киева. Информацию он получает по другим каналам, сказал Песков. Напомню, сегодня Янукович встречался с министрами иностранных дел Франции, Германии и Польши. Из-за событий на улицах Киева встречу даже пришлось переносить. Об этом в своем твиттере, например, написал глава польского МИДа Радослав Сикорский, добавив, что над президентским дворцом черный дым, а чиновники в панике. Коллеги. Да, спасибо, Антон. Это был Антон Жилнов о том, как Россия отправляет Владимира Лукина мирить украинцев с украинцами. Ну и, конечно, главное сегодня...